Это крики, они такие вот, вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Эту организацию называли и гостиницей, и приютом с круглосуточной заботой. Но, по словам очевидцев, это был бизнес на костях стариков, которых каждую неделю увозили на катафалке. Что происходит в частном интернате Рубцовска, местные жители узнали в начале прошлого года. Тогда местной общественности удалось попасть в приют вместе с прокурорской проверкой. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадью. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить, у них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, пол морозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Прокурорская проверка выявила множество нарушений. Организаторов приюта, а их было трое, заключили под стражу. Женщинам грозили реальные сроки. Но в конце июля этого года в Рубцовском городском суде работников интерната оправдали за отсутствие в их действиях состава преступления. Что, мягко говоря, удивило местных жителей. Когда мы пошли по комнатам, там такой запах стоял, что вот просто глаза слезились. Там не предусмотрено даже проветривание. В акте прокурорской проверки это указано. Шкафчики где нет, я говорю, а где хранят они вещи? Под подушкой. И там лежала умирающая уже бабушка. Я говорю, а какую медицинскую помощь вы оказываете? А вот мы привозим врачей. У вас лекарства-то на всякий случай экстренный есть? Есть. Покажите аптечку. Нету. Вы видели когда-нибудь, чтобы старики гуляли? Нет. Не видела. И катафалки приезжали, и милиция приезжала. Ну, думаю, если милиция приезжала, значит все нормально. Выйти на хозяйку приюта нам не удалось. По информации жителей, интернат сейчас не работает. Да и здание, в котором он находился, в июле выставили на продажу. Но слава за этим приютом до сих пор гуляет по Рубцовску. Я работала в этом Аду шесть дней. Из дома носила продукты, кормила стариков, так как они ходят и есть, просят. В пустые бутылки набирала воду и раздавала лежачим. Им даже воды не давали. Я тоже туда устраивалась на работу и сбежала посреди ночи. Условия там ужасные. Я дома собакам кашу варю намного лучше и гуще. Эта женщина скрывает свое лицо. Город маленький. В этом приюте всего за несколько месяцев у нее умер родственник. Наша героиня говорит, что попасть в приют было невозможно. Все звонки с родственником только на громкой связи при работниках интерната. Делали три экспертизы на некротическое поражение левого бедра и ягодицы с оголением бедренной кости, плюс хронический пил и нефрит был. И особенно, когда я узнала про то, что была вот эта вот скорая помощь, и они специально вот этот отказ подписали, когда можно было что-то сделать. В мае прошлого года, когда уже вовсю шли разбирательства, постояльцев так называемой гостиницы в срочном порядке перевозят сюда. 40 человек заселяют в Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Можно только представить, в каком состоянии тогда находились люди. Я в курсе, да, что непосредственно управление соцзащиты по городу Рубцовску оказывало всевозможные действия, производило именно по, так скажем, закрытию и расселению этого частного приюта. Люди, было у них, так скажем, такое состояние, что мы их просто покормили, они уже были благодарны нам даже за это. Первое время уже в государственном учреждении бедные старики не могли наесться. Например, ели оладьи с хлебом. Здесь они могут заниматься спортом, встречаться с родственниками, выходить в город по своим делам на весь день. Нам удалось встретить здесь бывшего постояльца частного приюта. Сергей вспомнил и катафалки под окнами, и как гуляли вокруг приюта, под забором, как заключенные. И то далеко не каждый день. А правда, что было сложно общаться с близкими, кому-то позвонить, что это было либо на громкой связи и забирали телефоны? Телефона вообще не было. Вот я не видел, что у кого-то там был телефон. Когда сюда переселили нас, дочка приехала, говорит, я говорю, что ж вы ни разу не навестили. И мы, говорит, сколько раз приезжали, нас не пускали. Сейчас общественники ждут заседания в Краевом суде, так как считают, что организаторы частного приюта заслуживают наказание. Также они намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проконтролировать это дело. У них осталось право заниматься этим видом деятельности, что им еще должны будут выплатить компенсацию за то, что они в СИЗО сидели. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.